Всем привет! Меня зовут Тамара, я мастер букета. В сегодняшнем видео я хочу протестировать изолон разных толщин. То есть мы знаем, что Ижевский завод пластмассы производит изолон разных толщин. Мы для ростовых цветов в основном используем двойку и тройку. Это основные позиции, из которых мы делаем изолон. Сейчас завод расширил свой ассортимент. Спасибо ему за это. И выпускает дополнительные толщины изолона. То есть 1 мм, 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм. В общем, спасибо за ассортимент. Я никогда не работала с изолоном 1 мм. В основном это была двойка, тройка. То, с чем мы работали. Мы знаем, что тройка изолон хорошо держит форму. Двойка тоже неплохо держит форму и замечательно просвечивает. Но я никогда не работала с единицей. Никогда. Пришло время, так сказать, идите туда, где страшно и там, где вы не были. Чтобы испытать. Я буду пробовать изолон на молде. И буду пробовать, естественно, растягивать на шаре. Вот, чтобы понять, насколько единица классная. И насколько подходит она нам для больших именно цветов. Потому что, все-таки, раньше у меня было правило такое. Чем толще изолон, тем больше он подходит для больших работ. Да? Чем тоньше. То есть, я прям говорила о том, что тяжело из двоечки сделать цветы метровые. Потому что она плохо держит форму. Вот. И теперь мне хочется понять, до какого размера цветка можно использовать единицу. Поэтому у меня прям большой лист. И я буду из него что-то пробовать. Будем смотреть, как он держит форму. Ну, начнем, наверное, с банального. Так, я вас теперь опущу. Чтобы вам хорошо был виден стол. Итак, начнем мы, наверное, скорее всего, с банального. Начнем с тройки. И начнем с двойки. Это видео будет еще полезно тем, кто вообще не знает, с каким изолоном надо работать. Какой лучше, да? И, в принципе, почему нет, почему не помочь. Потому что очень многие вопросы задают. А какой лучший изолон? Двойка или тройка? Я могу сказать, мне очень нравится и двойка, и тройка. Но двойка, она в больших работах не очень хорошо держит форму, да? Поэтому двойку я всегда рекомендую использовать для цветов диаметром максимум 60 сантиметров, да? То есть, если вам нужен цветок полтора метра, то двоечка уже будет слабовата. Это мое мнение. Это не факт, что ручки разные у всех. У некоторых по 50 сантиметров цветочки из двойки падают, да? Поэтому все индивидуально. Я даю свои рекомендации, как я работаю. Итак, берем троечку. Берем молд. Сразу же пробуем его на молд, как он ложится. Я уже подготовилась. У меня трапочка. Ой, подготовилась называется. Вот. Включаем. Мы знаем, что троечку надо дольше разогревать, да? Потому что она все-таки идет плотнее, толще. Соответственно, с троечкой у нас идет процесс плавления дольше. То есть мы разогреваем ее прям дольше. Разогреваю я обычно одну сторону, которой, собственно говоря, я буду прикладывать к молду. Молд у меня для ростовых цветов. Вот такой листик. Он универсальный. Он обалденный этот молд, на самом деле. Я его полюбила и наши клиенты тоже. И листочки из него красивые получаются. Ну, видите, да? У меня еще и фен не разогрелся. То есть сейчас уже пойдет побыстрее. Прикладываем. Ну, троечка, она хорошо ложится. Чего уж тут говорить. Ой, ну я все-таки люблю еще и ручками помогать. Так, еще вас чуть-чуть опущу. Вот так вот вас опущу. Ну, вот, троечка, да? Смотрите. Какая хорошая рельефность. То есть все хорошо. Также троечку мы сейчас натянем на трубу. Вот так у вас чуть-чуть. То есть, конечно же, с троечкой дольше. Процесс разогрева. Но если уж вы ее разогрели, если вы уж троечке придали форму, троечка это изолон 3 мм, то это все, это железобетонно уже остается. Сейчас мы придадим такую импровизированную форму к лепестку. Мы его растянем на трубе. Видите, какие это делали? Просто импровизировано. Достаточно хорошо держит форму. Это троечка у меня в руках. Мы не можем же мы так безобразно оставить ее. Конечно, у меня сейчас скорость минимальная. Не хочу включать его, чтобы не шумело, да? Вот так шумнее будет. Ну и так будет быстрее, в принципе. Не рекомендую новичкам работать сразу же на больших скоростях, потому что вы еще не чувствуете материал, да? Вам его еще надо почувствовать. Поэтому рекомендую, если вы работаете с троечкой изолоном, то пробуйте все-таки на маленьких скоростях. А вообще в идеале очень много меня спрашивают, с какого лучше материала начать. Начать из двойки. Вот такой лист у меня получился. Это троечка, девочки. Вот тут еще можно растянуть. Так сказать, для красоты эксперимента. Ну, вот такой вот лист у меня вышел, да? Это тройка. Также тройку мы можем сделать, придать форму лепестка на плафоне. Все-таки надо в ней чуть-чуть быстрее. Довольно-таки большой лист получается. Я вам покажу сейчас, насколько он растянулся. Был вот такой квадратик. Видите, насколько увеличивается. Достаточно намного увеличивается площадь. Ну и, конечно, давайте же ему также придадим форму. Я по-быстрому, чтобы не забирать ваше время, потому что у нас еще двойка, еще единица. Я хочу посмотреть, как единица будет тянуться на молде. Мне прям любопытно. Ну, вот, в принципе, все хорошо. Ну, это троечка, девочки. Все. Отлично тянется, да? Отлично держит форму. Это изолон 3 мм. Это плюс. И хорошо идет рельефность листов. И, учитывая то, что я делаю это быстро, да, все хорошо. Девочки, берем двоечку, по-выренькому. Разогреем. Так, влазит у меня сюда, влазит. Сейчас мы... Двоечка разогревается, видите, она уже прям быстро. То есть, момент разогрева изолона ускорен. Если мы с троечкой долго стояли, то двоечка, вот она уже плывет. Когда я работаю с молдами, то, конечно же, я больше разогреваю лист, чтобы он прям был мягким-мягким. Прям, видите, вот он у меня плавает. Кладем. Ну, я вам могу сказать, конечно же, либо я не дожала тройку на молде, да, может, надо было еще ее больше разогреть. Но все-таки на изолоне двойка. Он прям и с той стороны, посмотрите, какая оживость, да, и с этой. Теперь, то есть, и это быстрее. Теперь придаем форму. То есть, видите, да, насколько это все быстрее, все-таки с двоечкой. Оп. И сейчас по-быстрому. Оп. Видите, как все быстро? Потому что это двоечка. Потому что с ней всегда все просто. Сейчас покажу вам результат. Так, я импровизирую с листьями, так что вы уж меня простите, да. Так вот, по-быстренькому. Ну и что, какой у нас эффект? Листик двоечка, листик троечка. Ну, могу сказать, что, в принципе, одинаково держит форму, неплохо. Но если у нас цветы, которые имеют мало лепестков, то, конечно, лучше форму будет держать. Ну, здесь и форма красивее получается даже. Троечка. А двоечка, она все-таки так и остается неплоха для небольших цветов, да, то есть до метра. И быстро. Она плавится достаточно быстро. Давайте лепесточек просто сделаем. Не разогретый у меня. Смотрите-ка. Просто другая скорость я включила. И уже все по-другому. Оп. Оп. Моментально, моментально он. Просто на глазах плавится. Ну и я скорость, конечно, прибавила. С двоечкой все пойдет намного быстрее. Все. Сама придумала эти листья. Вот. Видите, да? Все-таки с двоечкой все быстрее. Ну и листва хорошо. Девочки, берем единичку. Ох! Не пуха нам, не пера. Берем единичку, пробуем ее на молд. Так, у меня что-то выкройки тут меньше. Вот. Есть. Пробуем единичку. Сейчас я разогрею фен. Один миллиметр изолон. Ну, конечно же, скорость плавления быстрая. То есть, вот он уже поплыл. Видите? Моментально. Кладем на молд. Достаточно отлично получается прям, я бы сказала, моментально очертание молда. И с обратной стороны. То есть, покажу вам двоечку. Очертание молда. Вот. Надеюсь, вам хорошо видно. Двоечка, единичка. В принципе, прошла тест, я считаю, она классная. Пробуем плавить ее на шар. Возьму поменьше шар, потому что у меня здесь меньше выкройки уже. Я вам могу сказать, что единица, она все-таки как-то вот... Она плотнее, чем двойка. Мне она нравится. Честно вам скажу. Да, посмотрите, как прям маха. Ну, конечно, все-таки из-за того, что этот материал тоньше. С ним надо аккуратно. Есть вероятность его порвать. Несмотря на то, что он по плотности неплох. 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 Да. Ну, вот. Импровизировано, что у меня там получилось, да. Ну, неплохо, неплохо. Но не будет держать форму. Я вот возьму двоечку, да. Вот я их одинаково держу. Видите? И все. Падает. То есть, все-таки, единица, я бы сказала, что она... Нет, мало. Рано делать итоги. Давайте еще раз сделаем... Ну, допустим, сделаем розочку. Листик из розочки. Прям хочу до конца уже довести этот эксперимент, чтобы понимать, что я вам порекомендую. И мы подытожим. Сделаем листик розочки. Конечно, плавится она моментально. Я вот на этот шаг натяну. Моментально плавится. Просто моментально. Секунда. Просто секунда. Просто секунда. Ну вот, листик розочки готов, да. Делается махом. Махом. Ну и форму, конечно, вот даже вот такой небольшой лист. Мы понимаем, что листики у нас, это приблизительно лист на 20 сантиметров. То есть, розочка 40 диаметром. То есть, на цветы 40 диаметром она более-менее хорошо. Посмотрим, попробуем теперь вот этот лист, вот этот размер, единица. Сделать большой лепесток, большую выкройку. Как она держит форму? Ну, я, конечно, махнула. Ну, а что делать? Надо раз экспериментирую. Просто мне любопытно, насколько она будет держать форму у больших цветов. Сейчас мы забубеним. Плавится быстро. Это колоссальный плюс. Сейчас. Будет ли она держать форму? Может быть, может быть, здесь немножко ее. Вы же понимаете, да, что когда мы плавим материал, то мы изменяем его плотность. И он становится еще чуть-чуть жестче. Сейчас я подытожу, девочки. Ну, конечно, для больших цветов, скорее всего, это будет... Это не годится. Но я хочу довести эксперимент до конца. Для чистоты, так сказать, эксперимента. Так, ну, давайте еще вот здесь уплотним его немножко. Складочкой, допустим. Ах, склеился! Вот, минус, махом клеится. Ладно. Не будет красивого листа. Нет, я его расклею. Не хочу. Не буду переписывать видео. Будут как есть. Сейчас попытаюсь растянуть то, что подплавилось. Вот так вот. Да. Ну, если, допустим, мы здесь делаем складочку, да, у листа. Сейчас сразу же заберу. Ну, вот так вот, допустим. Уплотнить хочу его, понимаете, да? Помочь листику встать. Склеивается хорошо, как и двоечка. Но фокус не удался. А теперь возьмем троечку лист. Он железобетонный. Ну, конечно, даже если я... Подытожим, девочки. Даже если я возьму вот такой размер листа тройку, он вообще будет железобетонный. Сделаем выводы, что все-таки единица, она хороша для размеров цветов плюс-минус 40 сантиметров. Идеально, я бы сказала. Потому что форма держится лепестков классно. Плавится, разогревается материал очень быстро. Что плюс для нас, да? Если нужны маленькие цветы, он очень податливый. Если вам нужны уже цветы побольше, то лучше брать двоечку. Все-таки, да? И, конечно же, если большие цветы, то берем троечку. Что могу сказать? Итак, единица изолон имеет место быть. Он классный. Но не для больших цветов. И плотность у него практически такая же, как и у двойки. Я бы даже сказала, что он чуть-чуть плотнее, чем двоечка. То есть, если взять лист двоечки, без нагревания. Вот я вам его растягиваю. Лист двоечки, без нагревания. Вот она. И лист единицы. Он прям вот тяжелее тянется. И также держит форму. То есть, плотность, в принципе, в единичке классная. Мне понравилось. Ну что, вам, конечно же, решать, с каким материалом вам работать, из какого материала вам делать цветы, какого диаметра. Я просто вам поделилась своими экспериментами. С любовью, ваш мастер букета. Тамара. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok